МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала Губерния 33 продолжает программу на всю Владимирскую. В студии Екатерина Старикова. Здравствуйте. Поговорим сегодня о работе Молодежной Думы при Законодательном собрании области. Что дает школа юных законотворцев ее участникам? Какие яркие акции уже воплотились благодаря участникам Молодежной Думы? А какие еще на очереди? Узнаем сегодня из первых уст. В нашей студии председатель Молодежной Думы при Законодательном собрании Владимирской области Полина Касаткина. Полина, добрый день. Здравствуйте. Также сегодня с нами в студии советник Молодежной Думы при Законодательном собрании Владимирской области Максим Быстров. Максим, рады видеть вас у нас в студии. Здравствуйте. Спасибо большое, что пришли, согласились ответить на наши вопросы. Хотелось бы начать с рассказа о проекте Школы юных законотворцев. Он реализуется и существует с 2017 года. Расскажите, уже первые итоги работы можно, в принципе, подвести. Сколько ребят или кураторов обучились и вообще в чем суть этого проекта? Да, действительно, это такой своеобразный, уникальный, можно сказать, проект для нашего региона, который был создан и проводится по инициативе законодательного собрания при участии депутатов нашего законодательного органа власти. Проект состоит из двух этапов. Первая часть направлена непосредственно на школьников. И в этом году мы хотим добавить в целевую аудиторию еще и студентов колледжа, ведь они тоже по возрасту приравниваются к школьникам выпускных классов. А вторая часть направлена на кураторов, потому что если законодательное собрание проводит проект и обучает школьников города Владимира, то, конечно, хотелось бы, чтобы и во всех муниципальных образованиях проект такой существовал, что, в принципе, и получилось притворить в жизнь. И поэтому сейчас по всей области у нас есть определенное расписание проведения этого проекта. Кому удобно в какое время, в зимнее, каникулярное время проводят кураторы, которых уже обучают и наши депутаты, и наши методисты, которые работают над этим проектом. Насколько я понимаю, школа юного законотворца направлена на правовое просвещение. Почему это так важно именно для юноши и девушек? Максим у нас был участником этого проекта, и, наверное, из первых уст можно услышать его отзыв, мнение, впечатление. Да, проект школы юного законотворца на самом деле уникальный проект, так как ребята, школьники и студенты получают возможность получать знания от очень опытных наставников проекта. Это не только депутаты законодательного собрания, но и члены молодежной думы, сотрудники аппарата законодательного собрания. И знания, получаемые на этом проекте, уникальны тем, что выдвижению нормотворческих инициатив, их разработки или выдвижению социальных проектов не обучают ни в одном учреждении города и области. А именно на школе юного законотворца ребята могут этому научиться. Занятия, конечно, такие необходимы для дальнейшей политической деятельности. У нас очень много примеров ребят, которые попали в региональную политику именно после окончания этого проекта. Очень много у нас советников молодежной думы, выпускников проекта школы юного законотворца. Очень много членов молодежной думы, которые тоже окончили этот проект. Они занимают призовые места не только на региональных, но и на федеральных конкурсах, нормотворческих инициатив, социальных проектов. И как раз вот благодаря этому молодежная дума при законодательном собрании Владимирской области приняла решение снизить возраст для вступления в члены молодежной думы с 18 до 16 лет. Для того, чтобы выпускники школы юного законотворца могли уже после ее выпуска подать документы и стать полноправными членами молодежной думы. В рамках школы юного законотворца больше теоретической базы дается? Или все-таки практика какая-то тоже имеется? Практика, конечно, имеется, поскольку не только разрабатывают участники школы юного законотворца нормотворческие инициативы, но и непосредственно их защищают. И нормотворческую инициативу разрабатывают они сами. Ее разрабатывают не кураторы, они им только подсказывают, как это сделать. Полина, вы уже упомянули о том, что муниципалитеты тоже участвуют. Насколько вообще они активны? У нас за два года уже работы проекта «Все муниципальные образования» подключились к его реализации. И сами кураторы, они не только проводят эту школу, они сами предлагают интересные инициативы. Например, по инициативе кураторов из Гороховецкого района у нас сейчас реализуется такая большая акция «Безопасность ценой в жизнь», когда на тротуары, на асфальт перед пешеходными переходами наносят надписи наподобие «Сними наушники», «Возьми ребенка за руку». И сейчас эта акция тоже пошла по региону. Вот мы до первого снега уже успели нанести. Некоторые надписи уже нанесены в Гороховце, в Суздале. На очереди у нас Камешковский район, то есть город Камешково и Судогда. И дальше мы планируем уже, наверное, весенний период, когда позволит нам погода, продолжить этот проект. Это вот как раз была инициатива, которая родилась на проекте «Школа языкнотворца для кураторов». А что она дает, эта инициатива? То есть действительно такой вот фактор привлечения внимания, он может воздействовать на людей? Да, это социальный проект, и мы постоянно в СМИ видим такие печальные новости, когда где-то на пешеходных переходах происходит ДТП, и с участием пешеходов, и с участием водителей. Мы хотим показать, что ответственность должны все нести, и в первую очередь перед своей жизнью, и перед жизнью ребенка, например, с которым ты идешь. И поэтому перед пешеходом-пешеходом надо убрать лишнюю самоуверенность водителям и пешеходам, и тем и другим внимательно смотреть, пешеходам по сторонам, водителям притормаживать. И вот эти надписи, конечно, в первую очередь направлены на пешеходов, и на такую сознательность, возможно, люди, увидя их, более внимательно отнесутся к этому процессу. Переходы дороги даже в положенных местах все равно, к сожалению, примеры печальные существуют. Были ли такие прецеденты, когда по итогам работы школы юного законотворца областной парламент принимал какие-то поправки в реально существующие законы? Да, по инициативе наших выпускников, школьников, была принята инициатива по шуму, когда в машинах раздается шум после, так скажем, тихого часа, когда уже вступает вечернее время. И там были добавлены такие определения, как громкоговорящие и громкоусиливающие устройства, что позволяет сейчас подвергать наказанию тех людей, которые там громко слушают музыку в машинах, в спальных районах. То есть был проведен анализ и статистики таких нарушений, действительно докучают нашим жителям региона. И вот по инициативе ребят это было принято и уже выросло в закон, в поправке их закона, если быть точнее. А сколько уже ребят обучились в рамках школы? Ну если нам судить о региональном масштабе, то это уже более полутысячи человек, потому что в среднем в одном в одном проекте участвуют порядка 50-60 человек. Этот проект уже несколько лет, и он проходит уже на нескольких муниципальных образованиях по всей области. Поэтому мы так прирастаем нашими выпускниками школы юного законотворца. Когда стартует новый проект школы юного законотворца? Вот уже в ноябре сейчас мы проводим этот проект, проводим информирование. Все учебные заведения, они в принципе уже знакомы с нашей практикой, и с удовольствием присылают ребят, тех, кто сами пожелают принять участие в этом проекте, вне зависимости от профильности класса, от того, куда будет в какой вуз поступать выпускник. Ну а в муниципальных образованиях идет с сентября месяца. То, как начался учебный год, там у них уже проходят эти школы. Как это все формируется, эта команда как формируется? Заявки как-то оформляются? Да, мы централизованно просим в городе Владимире через управление образования, проинформировать учебные заведения о таком проекте. Занятия мы проводим после, внеучебное время, после учебы, и добавили больше интерактивной программы. Мы не только с ребятами занимаемся в стенах законодательного собрания, но и выходим, общаясь с разными общественными организациями, например, в музей Чернобыля. Мы сотрудничаем со многими нашими уважаемыми общественниками, и поэтому ребятам хотим показать разные стороны деятельности, не только нормотворческой, но и общественной, социальной. Теперь я предлагаю поговорить о работе Молодежной Думы. Новый созыв сейчас идет четвертый, напомним нашим телезрителям. Новый созыв будет формироваться уже весной. Ну, расскажите, как же стать членом Молодежной Думы? Есть какой-то отбор, может быть, серьезный? Да, у нас проходит конкурсный отбор, и он у нас достаточно стандартен, эта процедура. И главная ее особенность заключается в том, что это очный отбор. То есть не просто прислать анкету, да, и ее рассматривать члены комиссии, а каждого номинанта, претендента, кандидата отсматривают наш уважаемый конкурс на комиссии. И это очень важно, потому что в рамках выступлений ребята защищают проекты, это нормотворческие инициативы, которые они предлагают. И конкурс разный бывает, по два, по три человека на место, но для такого случая мы уже, исходя из нашего опыта, предусмотрели такой институт, как советники Молодежной Думы, то есть те ребята, кто не прошел в квоту 38 человек, у нас 38 членов Молодежной Думы, они могут спокойно продолжать работу наравне со всеми ребятами, быть в такой вот базе советников и реализовывать свои инициативы, им это ничего не мешает. Максим, вы как раз советник, расскажите о вашей работе в Молодежной Думе, чем она примечательна? Ну, у нас Молодежная Дума реализует очень важный социальный проект «Знаю, помню, дорожу», в рамках которого дается дань памяти выдающимся людям нашей страны и области. Вот в 2015 году нашими членами Молодежной Думы был нарисен огромный граффити-портрет во всю стену нашего знаменитого русского писателя Александра Сергеевича Пушкина на здании школы номер 36. В 2019 году уже был нанесен портрет героя Советского Союза, летчика-испытателя Ивана Ефимовича Жукова на здании школы номер 2, имени которого она и называется. Это на самом деле очень грандиозная работа, потому что Молодежный Дум при Заготнательном Собрании — это нефинансируемый орган, и все социальные проекты, которые реализуются, это все делается на деньги спонсоров. То есть ребята, советники и члены Молодежной Думы на каждое мероприятие ищут спонсоров, которые готовы нам будут в этом помочь. Все эти проекты делаются именно для того, чтобы ученики школы, их родители интересовались, знали и помнили об этих великих людях. Сейчас же, благодаря спонсорской помощи частных клиник, у нас ведется проект по установке универальной доски нашему хирургу, заслуженному врачу РСФСР, хирургу Гавриилу Даниловичу Контуру. Я предлагаю поговорить об этом более подробно чуть позже. У нас просто есть видеоматериал как раз на ту тему, которую мы сейчас затронули. Давайте посмотрим сюжет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Такие проекты, я считаю, должны мотивировать молодежь, подрастающих поколений, на то, чтобы, так скажем, ставить себе высокие цели и добиваться их. И самое важное, это именно реакция людей на такие произведения. То есть, если ты рисуешь что-то абстрактное из своей головы, на свои какие-то темы, на улице зачастую люди не понимают, там что-то начинают ворчать, бурчать, скрипеть и так далее. А здесь люди идут и смотрят, о, герои, классно, кто это, чего там. Ну, то есть, как бы, есть такое социальное переживание этому проекту. И у нас проект продолжается, он такой продолжительный, и мы не только работаем в формате нанесения граффити-изображения. Вот сейчас мы, например, начали уже большую работу по созданию памятной доски с именем нашего известного хирурга Владимирского Контора, который работал еще в годы Великой Отечественной войны. У нас здесь собственных средств нет, поэтому данный проект можно реализовывать только с помощью грантовых средств, либо с помощью со спонсоров. Данный проект также контролировал личный председатель законодательного собрания Владимир Николаевич Киселев. То есть, депутаты наши поддерживают данные инициативы, что не может не радовать. Вот мы также в рамках сюжета увидели, что планируется установить мемориальную табличку известному хирургу, который работал в годы Великой Отечественной. Почему именно ему? Ну, во-первых, это очень выдающийся хирург нашей Владимирской области. Он является заслуженным врачом РСФСР, был заведующим хирургического отделения больницы Красный Крест. И к нам обратился наш владимирский писатель Альберт Иванович Карышев вместе с своей женой Верой Владимировной с просьбой помочь им в установке этой мемориальной доски. Мы, естественно, откликнулись на это. И сейчас идет у нас процесс согласования. И мы планируем установить табличку на историческом здании городской больницы Красный Крест. Активно сейчас содействуем по этому вопросу с администрацией учреждений. Они нам во многом помогают. И я думаю, в скором времени мы ее установим. То есть, проект, можно сказать, уже на завершающей стадии? Да, на стадии согласования. Вы отметили, что к вам обратились люди. То есть, молдумовцев уважают, к ним обращаются. Как часто бывают такие обращения? У нас все это вырастает уже из сложившихся проектов. У нас был такой проект, он продолжается сейчас, литературная губерния, когда мы конкретно направили свои силы на популяризацию творчества писателей наших местных. Тогда-то мы познакомились с Альбертом Ивановичем Карышевым. И мы до сих пор общаемся с их семьей. Мы стараемся поддерживать и все, что они нас просят, с удовольствием притворять в жизнь. Потому что, действительно, это уже очень уважаемые пожилые люди, которым просто невозможно не помочь. Это очень приятная семья, очень хорошие, талантливые люди. И как раз контр-оперировал Альберт Иванович. Поэтому вот эта инициатива и появилась, и пошла от них. Они попросили нас помочь, потому что самим тяжело. Все-таки это достаточно и бумажный этап работы большой. Мы сейчас вот этим занимались. Максим как раз курировал этот проект, чтобы пройти все эти стадии согласования. Конечно, в пожилом возрасте людям тяжело все это сделать, поэтому мы с удовольствием помогаем реализовать такие замечательные идеи. Можно ли назвать это патриотическим проектом даже отчасти? Да, конечно. Да, безусловно, это можно назвать патриотическим проектом, потому что мы это делаем все как раз для того, чтобы жители нашей области и нашего города знали об этих удающихся людях и гордились историей своей страны. Насколько я знаю, есть еще одно имя. И сейчас прорабатывается новый проект памяти имени Толкачева. В чем суть этого проекта? Если можно, конечно, уже рассказывать. Да, этот проект посвящен непосредственно юбилею в 2021 году нашего выдающегося спортсмена и у нас Молодежная Дума. Ее работа строится по разным направлениям. Это и образование, это и спорт, и социальная политика. То есть у нас существует комитет, и ребята в рамках своей работы, они осуществляют разные проекты. Но этот проект также был у нас связан с одним из обращений нашей общественности, которые хотят увековечить ее имя. Есть идея о присвоении одной из улиц города имени Толкачева. Это тоже вопрос прорабатывается. Потом сейчас мы стараемся отслеживать состояние его захоронения на нашем кладбище. И общаемся с его супругой, которая передает воспоминания. Там есть технические моменты по оцифровке этих воспоминаний. То есть такой большой проект, он уже сейчас запущен постепенно, он будет реализовываться. И мы надеемся уже рассказать о конкретных результатах, чего добьемся. То есть, по сути, это конкретные шаги ребят из Молодежной Думы. Тяжело ли найти поддержку среди спонсоров и неравнодушных? Ну вот как-то у нас со спонсорами всегда выстраиваются дела очень хорошо. Да, поддержку найти несложно, когда спонсоры слышат о том, что это действительно какая-то интересная идея. Или что это поможет как-то в том, чтобы наши жители области интересовались историей своего региона. Они, конечно, всегда откликаются на все наши просьбы. Никаких у нас проблем никогда с ними не было. Еще есть такой инструмент, как грантовая поддержка. То есть, мы подаем проекты на разные гранты, и региональные, и федеральные гранты. И это тоже нам позволяет реализовывать разного рода идеи. Но со спонсорами это, конечно, огромная работа. И мы даже стараемся ребят обучать, как правильно объяснить спонсорам, в чем же суть этого проекта, почему нужно помочь. И, ну, конечно, работа большая проводится. И обращаемся мы ко многим, но результат бывает тоже не всегда ото всех. Это большая работа, но это хорошо, потому что деньгами может сделать каждый, а без денег сделать может уже не каждый. Это действительно нужно большое желание, потому что для ребят это не работа, а общественная нагрузка. Все учатся, работают на основных работах. Поэтому все это по воле сердца, по зову души и вот по каким-то таким хорошим порывам. Есть еще какие-то инициативы, акции, которые планируются запустить, о которых хотелось бы рассказать уже сейчас? Ну, у нас проводится большой проект дискуссионной площадки. Мы проводим разговор без галстуков «Точка зрения» и проводим его на различную тематику. Мы собирались и с молодыми предпринимателями, обсуждали меры поддержки, которые они озвучивали, что им нужно для поддержки и развития своей деятельности. Мы собирали волонтеров, собирали участников форумов. Вот у нас этот проект будет в этом году завершен, первый его этап. У нас осталась как раз вот спортивная тематика, мы тоже хотим провести эту площадку. Ну и сейчас у нас завершился саммит. Это второй межрегиональный уже форум молодых парламентариев. То есть в этом созыве, все-таки в Молодежной Думе уже существует 4 созыва, мы перешли на такой межрегиональный уровень мероприятий. И по нашей инициативе в Владимире мы собираем всех представителей Центрального федерального округа. К нам приезжают и другие регионы. В этом году к нам Пензенская область приезжала, Нижегородская область. Федеральные спикеры тоже из молодежного парламентаризма. И мы все время стараемся подобрать актуальную повестку. Мы собираем и представителей всех наших районов, чтобы они включались в этот большой процесс. Ну и, конечно, для тех, кто приезжает из других регионов, это еще и повод увидеть Владимирскую землю. Потому что многие из них бывают здесь впервые. И в рамках нашей работы вырабатывается очень интересное предложение, идея. Вот мы буквально на прошлой неделе подвели итоги и разослали всем резолюцию данного саммита с конкретными предложениями для всех уровней и органов власти, и молодежных структур, чтобы дальше развивать это направление деятельности. Еще хотелось бы поговорить в преддверии юбилейного года. Победы. Как будет выстраиваться работа Молодежной Думы? Какие-то определенные уже намеченные мероприятия наверняка? У нас так символично получилось, что вот Максим говорил про этот «Знаю, помню, дорожу». Он появился почти уже 5 лет назад, как раз в предыдущую годовщину, предыдущий юбилей Победы. И это был формат конкурса областного, именно тех проектов патриотической направленности, которые реализовывала наша молодежь. В этом году, точнее в следующем году, мы хотим уже поменять немножечко формат. Но проект этот продолжил свою жизнь, несмотря на то, что юбилей только сейчас. Он все равно в любой год существует. Это востребовано среди молодежи. И вот в декабре у нас будет ближайшее пленарное заседание Молодежной Думы, где мы подведем итоги уже прошедшего периода деятельности и составим конкретный план тех мероприятий, которые мы хотим реализовать. Что-то успеем мы еще в нашем созыве, потому что уже весной начнет действие. Новый созыв Молодежной Думы, что-то уже будут новые ребята реализовывать. Но и тот же самый проект Контуру, это все приурочено к этой дате. И, конечно, огромная работа с ветеранами. Мы сейчас активно сотрудничаем с нашими районными организациями ветеранов, например, Ленинского района. И хотим тоже их привлекать. Им очень нужно внимание и рассказывать о своей деятельности, делиться с молодежью своим опытом, что у нас тоже запланировано. Спасибо огромное за эту беседу. Я желаю вам удачи, продуктивной работы. Еще раз благодарю за эфир. Спасибо. Я напомню, что сегодня с нами в студии были председатель Молодежной Думы при Законодательном собрании Владимирской области Полина Касаткина и советник Молодежной Думы при Законодательном собрании Владимирской области Максим Быстров. Нашим зрителям я хотела бы напомнить, что запись этого эфира и другие актуальные новости вы найдете на нашем сайте trc33.ru. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова